Ну а начинаем нашу программу мы с очень интересной, на мой взгляд, темой. Единственное, напомню, меня зовут Александр Вальдман, а вы на телеканале ИТОН ТВ. Программа «Тема дня». Так вот, первая наша тема. Израиль получил замечательный подарок, если можно сказать подарок. Наши военно-морские силы пополнились новой подводной лодкой. Лодка класса «Дельфин» построена на верфях Германии. Вот об этом, ну и других проектах, связанных с военной тематикой, не только в нашей стране. Мы, как обычно, поговорим с нашим военным политическим обозревателем Алексом Векслером. Алекс, добрый день. Здравствуйте, господин Вальман. Рад вас слушать. Взаимно. Алекс, вот я хотел обратить ваше внимание и наших телезрителей, прежде всего, на то, что лодка называется «Рахов». В переводе с «Иврита» это, в общем-то, это имя, это имя библейского чудовища. Насколько чудовищно приобретенная нами подводная лодка? Может быть, для наших врагов каким-то образом? Ну, хотя бы. Да, да, да. Ну, само по себе название говорит о том, о чем она говорит. У нас, как видно, название придумывают в «Академия», у нас называется не «Академия», а «Академия» на язык, для языка «Лосоход». То же самое, как сделали «Адир», могучий самолет МФ-35, придумывает название подводных лодок. Позавчера, приблизительно в час дня, во вторник, 11 января 2016 года, в Хайфу прибыла пятая подводная лодка «Ахи-Раф», типа «Дельфин», построенная на судоверфах Германии, в городе Кельн, Германии. Подлодка вышла, точно, можно сказать, 17 декабря из Кельна, проделала трехнедельный путь, в основном в подводном положении, практически не всплывая, в очень редких случаях, и позавчера прибыла в Хайфу. Всплыла она за два дня от своего прихода, только в месте гибели подводной лодки «Дакар», погибшей в 68-м году, я об этом уже говорил, в память о своих братьях-подводниках, бросили цветы в море, и после этого она, значит, прибыла в Хайфу. Встречали ее, ну, все, кто есть кто в нашей стране, президент государства, премьер-министр государства, министр обороны государства, начальник генерального штаба государства, их фамилии я не говорю, потому что достаточно часто упоминаются, я только назову фамилию командующего военно-морскими силами, генерал Рам Ротберг, и о нем говорится позже, реже, и поэтому, так сказать, нужно знать. Подлодка оснащена по последнему технологическому слову всей новейшей технологии, на ней несут вахту, команда несет вахту из 50 моряков, она имеет длину 68 метров, это самая большая подлодка наших ВМС, и приблизительно год назад мы получили на вооружение четвертую подводную лодку, которая называется «Акейтаним», выступая на торжественной церемонии по поводу приема подводной лодки. Наш премьер-министр сказал много интересных вещей, о которых мы здесь и там слышим, но здесь это было связано в связи с увеличением нашей, так сказать, мощности, нашей силы, потому что эта подводная лодка выполняет задачи разного плана, и разведывательного плана, и по сбору и обработке информации, находясь даже в подводном положении, а также по той силе огня, мощи, так сказать, ракетного удара, который она может нанести по нашим противникам, и мы, не скрывая, намекаем по поводу чего это может состояться, потому что существуют сегодня в мире отдельные государства, которые говорят о нашей ликвидации, о нашем уничтожении, и в ответ на это, так сказать, здесь и там наше руководство проявляет себя в плане, не дай бог, не атакующего и агрессорского, но иначе мы не можем, потому что, живя на Ближнем Востоке, сказал наш премьер-министр, слабым быть нельзя, если ты слабый, ты будешь уничтожен, это мы хорошо видим, потому что происходит вокруг нас, поэтому целью политики нашей страны на протяжении многих лет было усиление нашей мощи, и если, более того, основная цель политики нашего государства, не буду подать подробности по типу ракет, по типу, так сказать, боеголовок, сколько килограмм. Тогда типы боеголовок, может быть, все-таки упомянем, потому что масса публикаций или спекуляций на эту тему, дескать, наша подводная лодка «Рахов» оснащена ядерным оружием. Вы знаете, она не оснащена, особенно на сегодняшний момент, ядерным оружием, но, несомненно, принимаем во внимание иностранные источники, которые говорят о количестве наших атомных боеголовок, это просчитывается от 100, 150 до 250, 300, что даже преувеличивает в некоторых случаях ядерные боеголовки и Франции, и Великобритании, только уступая кое-каким другим странам. Можно говорить о том, что технически возможно применение небольших тактических ракет с ядерными боеголовками, но во всех этих случаях мы говорим об ударе, о втором ударе, не дай бог. Мы никогда не будем первыми, которые привнесут, так сказать, ядерное оружие в наш район, но у нас будет чем ответить, если, не дай бог, что что-нибудь такое произойдет. И это лишнее доказательство того, что мы имеем, так сказать, на вооружение, если не сами боеголовки, о которых говорят только иностранные источники, но имеем средства доставки и те машины, которые могут быть отиспользованы. Это уже доказуемо. Мы получили пятую подводную лодку, которая по всей технической технологии, германской, немецкой технической технологии, имеет возможность нести на борту ракеты, которые могут быть вооружены ядерными боеголовками. Я вам должен сказать, что премьер-министр выразил благодарность Анжеле Меркель, президенту Германии, за ту огромную помощь, которую они нам оказали. Я ни для кого не секрет, что от половины до двухтретьей стоимости этих самых, самого дорогого вооружения израильской армии, потому что такого рода подводная лодка стоит от 400 до 500 миллионов, полмиллиарда уже не долларов, а евро. В серьезной степени это финансируется Германией. Первые были фактически подарок, потом процент нашего участка увеличивался, так или иначе она заступает в ближайшие дни на службу. Нам нужно дойти до самых далеких мест, в самых отдаленных местах земного шара. Не везде у нас есть враги, но, к сожалению, есть враги, которые нам угрожают. Алекс, в любом случае сразу вспоминаются слова Голдемейер, ты же помнишь наверняка, у нас ядерного оружия нет, но если надо, мы его применим. Вы знаете, окей, будем придерживаться, так сказать, того, что сказала Голдемейер. Голдемейер сказал, так сказать, очень много интересных вещей, которые вошли в историю. Ну да, но это отдельная тема. Это уже другая тема, я бы привел пару примеров. Алекс, еще, чтобы далеко нам не убегать от нашей подводной лодки, есть информация, что где-то в течение двух-трех лет на вооружение ВМС Израиля должна поступить еще одна подводная лодка, но, правда, некоторые аналитики считают, что мы ее не дождемся и заказ будет отменен, поскольку, дескать, у Израиля не хватит на это денег. Вот мне всегда казалось, что с деньгами-то у нас как раз все в порядке. По крайней мере, на эти вещи. Вы знаете, это был сюрприз, когда Ром Ротберг, фамилию которого я помню, командующий нашим ВВС, сказал о том, что уже приступили в Германии, в Киеле, к созданию шестой подводной лодки из Сирии. Я думаю, что информация о том, что у нас не хватит денег, так сказать, не совсем точна, потому что денег у нас должно хватить. К тому времени никто не знает, что будет через 2-3 года. Ведутся переговоры буквально в эти дни. Я сегодня слышал министра обороны Израиля о переговорах с Соединенными Штатами Америки по поводу военной помощи в ближайшие 10 лет, которая будет увеличена. Так или иначе, и Германия, так сказать, не отстанет от того, чтобы финансировать эту подводную лодку. С ней просто связана немножко другая история. Ром Ротберг заявил, что шестная подводная лодка, которая строится наверху в Киеле, и мы ее получим через пару лет, может быть, немножко больше, имеет название Ахи-Дакар, то есть по имени той подводной лодки, которая погибла, утонула 69 моряками на борту, среди которых, кстати, был врач подводной лодки, это друг нашей семьи, и утонула тогда в 68-м году. Поэтому название новой подводной лодки вызывает немножко, я приведу несколько примеров. Есть у моряков, вы знаете, суеверия, поверья, предрассудки, плохие приметы. Например, если на свадьбе на еврейско-религиозной всегда разделены мужчины от женщин, так особенно на подводных лодках есть жесткие разделения между не только мужчинами и женщинами, а особенно, так сказать, непозволительно находиться на подводной лодке не просто женщине, а не каждому можно войти, например, в дизельное отделение подводной лодки, потому что дизельный отсек вообще отделен от всех других отсеков, и только машинисты, дизелисты могут там постоянно находиться. Вы знаете, моряки характеризуют немножко юмора, капельку юмора на протяжении многих веков, как я уже сказал, плохие приметы, поверья. Например, каждый моряк знает, что нельзя свистеть в море ни на любом корабле, ни на подводной лодке, потому что это раздражает царя морей Нептуна. Если не дай бог, не дай бог, бутылка шампанского, которая разбивается о сипун, о борт корабля, корабля подводной лодки в момент, когда он сходит со стапелей в порту, не дай бог, не разбивается корабль, моряки говорят, этот корабль уже можно сдать обратно на разборку. Поэтому я думаю, что, во-первых, шестую подводную лодку мы получим со всем тем, что в сегодняшней нашей истории и в том, что происходит вокруг нас 2-3 года, это невероятно большой, так сказать, срок. Тем не менее, может быть, станет вопрос, может быть, об изменении ее имени, потому что, по крайней мере, если моряки будут на этом настаивать, и я думаю, что, может быть, кто-нибудь серьезно подумает об этом, может быть, это будет сделано немножко по-другому. Одно из двух-трех имен может быть Дакар. Это уже, так сказать, возможно нам разрешать по этому поводу. Но так или иначе, думаю, что денег хватит, а если название не совсем соответствует приметам и поверьям, значит, надо будет об этом подумать, потому что мы должны думать о жизни и благополучии наших моряков в любой ситуации. Согласен. Алекс, еще одна последняя тема в нашем разговоре, тоже связана с теми самыми нашими друзьями, в кавычках, которые вокруг нас в изобилии крутятся. Дело в том, что буквально завтра истекает срок санкций в отношении Ирана на поставку Ирану различного рода вооружений. Россия, насколько я знаю, собирается воспользоваться этим фактом. Параллельно с этим появилось в нашей, по крайней мере, в израильской печати, несколько публикаций, очень таких занятных, я бы сказал, в которых пытаются в нас всех убедить в том, что Россия нам не друг, а враг, и что надо быть настороже, и все, в общем-то, очень плохо. Скажите, пожалуйста, в этих предупреждениях есть доля сермяжной правды? Ну, начнем с тобой. Начну отвечать на ваш вопрос, который состоит из двух-трех частей постепенно. Надо сказать, что не только Россия стоит в очереди для продажи оружия Ирану, и европейские государства находятся. Я расскажу, что собирается Франция им продавать, если, конечно, не укупят. Действительно, завтра, в пятницу, 15-го числа, это историческое событие, после почти десятилетия, с 2007 года, 9 лет, чтобы быть точной, политической изоляции и полного или почти полного эмбарго, международное сообщество начнет постепенно снимать санкции с Исламской республики Иран. Во многих странах мира с нетерпением ждут этого момента, потому что решение, кстати, отменить танк санкций, вынесено по решению контролеров, докладу контролеров МАГАТЭ от декабря прошлого года. МАГАТЭ и ее контролеры подтвердили, что действительно Иран выполняет все обязательства, принятые им в результате переговоров с Большой Пятеркой по поводу свертывания своей ядерной программы. Например, пару дней, три дня назад, 11 декабря, было сообщено, что прекратились все работы, можно сказать, закрылся крупнейший ядерный объект в Араке, о котором мы с вами говорили несколько лет назад на протяжении длительного времени. Все это делается в соответствии с принятыми обязательствами. Более того, по моим данным, Иран даже кое-где опережает взятые на себя обязательства. Наверное, они хотят просто убыстрить, ускорить отмену санкций. А может быть, если санкции будут временно сниматься, может быть, чтобы они снялись в более быстрый промежуток времени. Иран заявил о том, что он выделил огромную сумму, невероятную сумму для сегодняшнего, так сказать, Ближнего Востока в размере 21 миллиарда долларов для восстановления своей армии и для полного оснащения смены устаревшей техники на новейшую технику. И в этой длинной, достаточно длинной очереди желающих продать ему вооружение, здесь я прекрасно понимаю, Россия один из первых в мире поставщиков вооружения всему миру. И мы конкурируем здесь и там с Америкой, с Россией, с Францией, с другими государствами, когда у нас представляется возможность. Так вот, в эти дни, насколько нам известно, в Тагеране находится большая представительная делегация Министерства обороны Российской Федерации, которая ведет переговоры с Ираном по поводу закупки Исламской Республикой, например, привожу, самолетов Сухой-30. Также, так сказать, есть разговоры по восстановлению и обновлению поточной линии по производству танков Т-72, которые на протяжении многих лет производились в Иране благодаря той поточной линии, которую установила Россия. Идет также разговор о возможных поставках Ирану или закупках Ирана более совершенных танков Т-90, которые находятся сейчас в основном, так сказать, в Сирии, используются в Сирии. А также о продаже Ирану корабельных ракет, о которых мы очень хорошо знаем. Яхан — это суша моря. А также поставка разного рода других вооружений, современного вооружения. Кстати, переговоры о продаже самолетов начались еще в марте месяце. И ведутся достаточно... Я думаю, что они уже находятся где-то, вполне возможно, на заключительном этапе они уже находятся, эти переговоры. Сухой-30, по признанию многих зарубежных источников и по кое-каким параметрам, соответствует американскому F-15. В следующем месяце, кстати, уже в феврале планируется прибытие в Иран первых установок комплексов С-300. В конце прошлого года в Иран уже прибыли части этих самых комплексов, включая радарные установки. Кстати, Иран приобрел 4 батареи установок С-300, которые, кстати, не были произведены для Ирана. Это тоже характерно, обратите внимание. Эти 4 батареи С-300 были сняты с вооружения российской армии. Во-первых, это говорит, что это не новейшее вооружение, если оно уже как-то меняется. Уже С-400 есть, да. Конечно, и мы в своей истории, когда у нас появляется что-то новое от самолета, вот мы недавно сняли, буквально месяц-два тому назад, самолеты Skyhawk, полученные в 1968 году, они пролетали более 40 лет. Наверняка, напичканные новыми нашими технологиями, они наверняка продаются в какие-то другие государства. То же самое происходит с танками, начиная после всех войн, когда у нас появлялись трофейные российские танки и так далее, мы их продавали в другие страны. Надо сказать, что представители других стран, не только Россия хочет продать свое вооружение, стран Запада стоят тоже в той же самой очереди по поводу военных закупок Ираном. Я вам должен сказать, например, Франция предлагает Ирану свой боевой самолет «Рафаэль». А почему, так сказать, интересно, почему так с завтрашнего дня, завтра кончаются санкции, то есть прекращаются санкции, начинается постепенное, так сказать, наращивание оборота с Ираном по поводу вооружения, денег, технологий, нефти. Европа и Америка торопятся снять санкции с Ирана, я объясню почему, до февраля месяца. Потому что в феврале должны состояться выборы в Иране и в Белом доме, и в Европе. Считают, что снятие санкций, а в соответствии с этим большие денежные вливания, которые поступят в экономику Ирана, это будет результат, все равно, что надует, так сказать, паруса корабля президента Рухани и, может быть, усилит его в его постоянных, как мы считаем, и на Западе считают столкновением с теми, кто контролирует иранскую верхушку, кстати, стражи исламской революции. Любое усиление Рухани в связи с отменой санкции и появлением денег у Ирана усилит Рухани, который считается, так сказать, либералом и демократом на Западе, не только на Западе, да и мы его считаем, так сказать, совсем тем, что Иран наш враг, он немножко, так сказать, мягкий, чем кто-либо другой. Алекс, да, еще один у меня короткий совсем вопрос. История с задержанием иранскими военно-морскими силами двух катеров Соединенных Штатов. Некоторые, опять же, обозреватели считают, что это унижение для Соединенных Штатов. А что такого? Ну, подумаешь, нарушили границу случайно, как будто бы. Вы знаете, те, которые считают, что это унижение, они, несомненно, правы. Весь мир облетели фотоснимки и даже, так сказать, снимки-видео о том, как американские моряки на колени, стоят на коленях под объективами, так сказать, иранских журналистов, руки вверх, руки на голову и на колени. Это мы все, так сказать, видели. Что самое интересное, это произошло в день, когда американский президент Барак Убама выступил с последним, за свое, уже семилетнее начался, восьмой год правления, со своим последним восьмым обращением к нации, к народу перед двумя палатами Конгресса. Основная тема его выступления перед сенаторами-конгрессменами была борьба Соединенных Штатов с террором. И что где бы ни был террор, Америка пойдет его уничтожить, чтобы оказать тем самым поддержку другим странам и обеспечить безопасность своего народа. И в этот момент, когда президент Обама, который немало сделал для того, чтобы Америка встала на колени, как показали американских военнослужащих, может быть, впервые в истории, стоящих на колени во время выступления их президента, последнего выступления, семь лет его правления и восьмой год, который уже ни к чему действительно не приведет, потому что, тем не менее, он должен высидеть до января будущего года и до выборов ноября, говорить, насколько Америка слабла, насколько ее не любят и не уважают, и терпеть не могут не только враги, но и даже друзья, которые были преданы на последние десятки лет, потому что Америка не была предана, так сказать, друзьям. Я считаю, что что бы ни было, как бы ни было, это унижение для Америки, и все это видят и понимают. Более того, американцы говорят, что они не простили изменения перед режимом Аятул. Но почему тогда Керри говорил с Зарифом 10 раз в течение Керри, это министр иностранного Америки, Зариф это Ирана, 10 раз в разрешении нескольких часов и благодарил Иран за хорошее отношение к военнослужащим, за то, что их накормили и дали им на ночь одеяло, и за то, что это больше не повторится. Хорошее отношение, когда стоишь на коленях под дулами автоматов, ну, если это хорошее отношение, о чем можно говорить, о хорошем отношении. И это было, я еще раз повторяю, с день выступления президента и обращения наций о величии Америки. Алекс, огромное спасибо за это интервью, за очень интересный рассказ, как всегда, как всегда. Спасибо и до новых встреч. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго, а мы продолжаем нашу программу.